Огромная выросшая индустрия кофе и чая, а также других кофейно-содержащих напитков, заинтересованно в постоянном спросе на свою продукцию, предлагая все новые товары и даже значительные скидки в супермаркетах. Несоизмеримое количество исследований, проведенных в кофейной и чайной индустрии, не до конца раскрывает влияние кофейно-содержащих напитков на здоровье человека, а также связано с этим последствия. Речь не идет о краткосрочном воздействии, хотя она тоже играет роль. Речь идет о долгосрочных эффектах, вызванных кофейно-содержащими напитками. Разные исследования не всегда дают однозначного ответа на многие вопросы, связанные с кофе, поэтому стоит разобраться хотя бы немного для понимания, какие эффекты создает кофе и как оно в целом действует на организм. Конечно, в разных источниках можно услышать противоречивую информацию о действии кофеин-содержащих напитков, так как не всегда доподлинно известно, как точно проводились исследования, какой возраст и пол был у исследуемых, чем они болели и физическая активность, условия работы, рацион, режим сна и т.д. Стоит упомянуть, что очень много исследований, которые оказывают положительный эффект на организм, приписывается кофе в целом, а не его отдельным элементам, с которыми и связано воздействие. Но при этом в отдельных работах и изысканиях можно найти все те полезные свойства химических веществ, которые находятся в кофе. Это такие вещества, как хлоргеновая кислота, кофейная кислота, различные фенольные соединения, некоторые сахара. Все эти полезные вещества, которые оказывают положительный воздействие на организм, можно найти в других продуктах, тем более, что количество содержимого, оказывающего тот же антиоксидантный эффект, куда будет больше, чем в самом кофе. Самый отдельный кофеин в медицинских целях используется не так широко, как обычно в потреблении кофе. И о его действии на организм, как чистого вещества, больше известно, чем о химических веществах, находящихся в кофе. Малая информация найдена о том, как композитные смеси из веществ, находящихся в кофе или чае, влияют на работоспособность, сон и другие аспекты жизнедеятельности человека. Достаточно мало найдено исследований, которые раскрывают механизм воздействия на сосуды и микроциркуляцию, а также на тромбоз вен. При поиске литературы достаточно мало описаний и полноценных работ, описывающих воздействие кофе и кофеина на мышц, судороги, которые вызывают кофе, а также боли в мышцах и суставах. Многое о чем хочется описать, требует дальнейшей работы, сопоставления и анализ фактов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok